нет 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 просто в одной программе нужно показать важность всех типов если они для вас действительно важны и привязать это к типам клиентов то есть но например давайте посмотрим даже вот мы маму если мы не будем брать какие-то крайние вещи то мы можем сказать друг мой использую впаривание когда ты работаешь добивающимися с героями их и надо иначе до них не достучаться и они уважают нажим друг мой используй коммерсант собственно продажа мастер-продаж все эти песни пляски с иницирующими друг мой содействующими оказывай сервис а с конструирующими просто отпускай товары пока они сами не переварят пока не сами не убедятся и не поймут что им надо впаривать о том что они у них есть я не знаю из них да и к примеру и у нас больше DNA которая может продать кофе и измельчения в таком смысле это форматах то есть ли вы не понимаете все эти запрещены вот я не знаю как интересно но это это очень больше же компаний или не надо делать множество сайт ну это очень много компаний и также есть обсуждствие финансовая 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 Задумали делать стартап, создавать новую персональную бизнес. Команда старая, возможности переучить, она есть или лучше просто брать новых людей? Команда вы имеете в виду все-таки руководство, административный персонал или самих программеров, которые писали? Все те же самые, только теперь мы должны делать совсем другое. Смотрите, есть несколько вариантов, чтобы изменить ситуацию. Давайте я вернусь вот сюда, пробежимся. Здесь у нас стадии развития организации по дизису, без подробностей. Но на начальном этапе нам нужны те, кто выполняет функцию производителя. Производители, то есть это наши добивающиеся, наши герои, чтобы продавать. Затем нам нужно подтянуть и генераторов идей наших инициирующих, потому что у нас много становится денег, мы захватываем новые рынки и так далее. В юности нам надо выстраивать процессы, нам надо подтягивать администраторов наших конструирующих. В расцвете нам надо поумерить, а и здесь надо поумерить нашу креативность, наших инициирующих. В расцвете нам снова можно запускать инициирующих. Потом мы переходим в стабильность, и там естественным образом у нас инициирующие пропадают в генерировании идей, но и здесь идет некое умирание. То есть, по-видимому, у вас вот здесь аристократия была, когда нужно было поддерживать хорошее... Ну, мы описали администрирование, интегрирование, вот эти вещи. Что сейчас происходит? Труба исчезла, надо возвращать вот сюда. Надо добавлять витамин, генерирование идей, предпринимательского духа и инициирующее поведение. Есть следующие варианты. Первый вариант. Мы надеемся на них. И как-то надо изменить ситуацию, как-то их заставить двигаться. Потому что, предположим, мы помним, что раньше они двигались, генерировали новые идеи, продукты были проактивны, а потом отвыкли. Если мы на них надеемся, то из моей практики единственный лучший способ их испугать. Потому что если их не испугать, они так и будут двигаться. Второй вариант. Я перечисляю в порядке скорости. Вот это самый быстрый способ. Нет гарантии, что сработает. Второй вариант. Внедрить туда людей, у которых есть предпринимательский дух. Опыт показывает, что если мы внедрим только одного человека, то вряд ли это произойдет. Да, его съедят. Или он там вывалится. Как вариант. Взять остатки предпринимательского духа и туда добавить побольше людей извне и запустить новый проект, который может быть даже территориально будет находиться в другом месте. Наладить между ними коммуникацию, но чтобы эти не испортили. Но так, чтобы дать возможность тем, кто увидит, что там что-то делается, но они это испортить не могут, возбудиться, опять же испугаться и начать что-то свое или прилипнуть сюда. Если вот нет, то тогда эти отомрут, самые здоровые перейдут туда, а дальше там пойдет. Но что такое отомрут, это в рамках корпоративной кампании, может они просто будут сидеть на вечной пенсии. В рамках корпоративной культуры у каждого свое. Что долгий путь, долгий, следующий долгий путь, но он позволяет напрячь всю компанию. Включить всю компанию, это важно, когда люди важны все. В чем засада? Чаще всего встречается в консалтинге, который я, вернее, там нахожу, когда консультирую. Есть топы, да, вот вы сейчас говорили с позиции топа. Вы понимаете, что надо делать. Вы пытаетесь это спустить вниз, никто ничего не делает. Почему? Потому что никто не знает, в чем проблема. Второе. Может быть, каждый отдельно знает, в чем проблема. Но у них нет понимания, что еще кто-то знает и не знает, сколько есть решимости. Поэтому подход может быть такой, что собираются люди, у которых есть полномочия, власть, влияние. То есть, те люди, которые могут реально изменить ситуацию в компании. То есть, это не до ниши, но отдельный отбор, отдельное понимание, кого надо привлечь. Но обычно таких бывает 6 человек, 8, ну 12 максимум. Дальше, по специальной процедуре, в рамках взаимодействия, интеграции, проводится анализ, я бы сказал так, болевых точек, которые существуют. Причем, эта процедура обычно растягивается аж на 2 дня. Задача не в том, чтобы составить список, а потом его забыть. Задача в том, чтобы все проговорили, выразили свое отношение. На основе выделения этих болевых точек научились работать, во-первых, друг с другом, а во-вторых, увидели, что эти болевые точки общепризнаны. Потом, по специальной процедуре, эти болевые точки классифицируются, вытаскиваются те, которые нужно решать. Причем, нужно решать, это означает, что как их актуальность для решения, так и то, что их возможно решить. Сейчас вернусь к интеграции. И создаются команды специальным образом, которые начинают решать их. И потихонечку, маленькими шагами, если у вас еще трубы немного осталось, таким образом, это наиболее естественный способ развить компанию. В чем засада? Вот какой-то такой абстрактный экспертный консалтинг говорит следующее. Я уже возвращаюсь ближе еще к нашей теме. Что надо миссию и стратегию разработать. Нет, это прекрасно. Но посмотрите, вот что мы здесь прорабатывали. Что мешает организации справиться с вызовами внешней среды? Множество факторов, в основе которых внутренние конфликты между подразделениями и отдельными личностями, дезинтеграция. Что сейчас тоже происходит? Изменился рынок, труба перестала течь. При этом кто-то уже бежит впереди и говорит, надо что-то менять, а тут говорит, давайте переждем. Вот такое состояние. Такое состояние, полный бардак. Если в этом состоянии мы соберем наших достойных, замечательнейших людей и скажем, давайте выработаем стратегию. Вот представляете, каждая вот эта частичка что-то вложит в стратегию. Но будет ли эта стратегия живой? Все будут хлопать миссии, целям и так далее. Но каждый из них будет понимать, что он не умеет, не хочет, не может работать с остальными. Поэтому смысл состоит в том, чтобы вытащить все поле точек улучшения, согласовать и на основе решения проработки какой-то части из них, которые возможно проработать, добиться интеграции, научить людей работать на малом, а потом уже двигаться к большому. Потому что иначе получится, что мы ставим там, вот нам надо что-то менять, а у нас мотор барахлит, его бы надо перебрать и собрать снова. Ну и какое-то общее обучение на одном языке, на общем понимании для разных типов, также поможет интеграции. То есть все-таки прежде чем проводить изменения, необходимо научить людей работать вместе и говорить на одном языке. Можно начинать с тренингов, можно начинать с диагностики. Чего, Татьяна? Это я просто прикидываю на свои ситуации, но как-то мы это не так и накладываем. Давайте. Вот если у нас предприятие, один большой цех фабрика, еще 8, вот инстеграция происходит в одном сейчас очень крупном мире, только из-за того, что поставили менеджера, который не может найти общий институт, поставили топ, который не может найти из-за менеджера. Идет на весь тренинг, задача такова, что менеджер называет сменой того, чтобы выяснить, как мы это договорились с топом, чтобы топ распользовался, а руководитель со мной посылает мне что, не зная от того, что меня вызовут в менеджер, чтобы я объяснила менеджеру, что топ-менеджер просто самый замечательный, и его надо слушать. А когда вы говорите руководитель, это руководитель, который стоит на топ-менеджере, так смотрите, то, что я вижу, у вас дезинтеграция не в подразделении, все. А делать следующее технически, собирается руководитель, а первое, не эта процедура, эта процедура работает только в том случае, если у самого большого менеджера хоть на чуть-чуть, хоть на чуть-чуть присутствует функция, если мы говорим по дезису, интегратора. Если он хоть на чуть-чуть понимает, что люди должны взаимодействовать, и только если они взаимодействуют и проявляют себя, при этом он не теряет власть, он власть держит. Но вот если людям дать возможность взаимодействовать, это лучше, чем ничто. А если он интегратор-интриган? Ну, стоит попробовать. Если он интегратор-интриган, я, ну, по крайней мере, чувствую, о чем вы говорите из опыта, но стоит попробовать. Если он хотя бы делает вид, стоит попробовать. Он делает вид. Стоит попробовать. Фишка в чем? Вот когда они вот так собираются, то есть не они, а топы, менеджер здесь может быть не нужен, потому что вы знаете ситуацию с этим менеджером, и когда надо, вы скажете. То идет вот та процедура, которую я запускал утром. Каждый вытаскивает на свет свою тему вот так по очереди достаточно долго, и здесь руководителю деваться некуда. Если он вдруг молчит, но, во-первых, я как консультант с ним заранее проговорил, что он не должен молчать, а если он вдруг молчит, я говорю, ребят, мужик, ты все портишь, ты, ну, окей, тогда, ну, давай тогда играть, но результата не будет. А, леди, мадам, 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 вы молчите, но вот так я не смогу прийти к результату, и вы не получите того, что вы хотели. Я готов с вами играть в любую игру, но тем не менее. Вот, а если все-таки произошла сдвижка, и она высказалась, то она уже повязана круговой порукой. Ну, гарантии вам никто никогда не даст. Да, я знаю, я статистически, потому что все это, что приказано, а там, для этого, это прекрасный верх, который везут, например, нашим уровнем, моих, мы на персоналах, коммуникация, и вот установки средних, средних, и это слишком спокойно, для наших, они не хотим их вообще. А, смотрите, вот когда я говорю, то, о чем я говорил последние, там, 15 минут, я говорю исключительно о топах. Да, и сейчас я заметку последнюю сделаю. И здесь, если мы говорим об интеграторе и интераганте, то, ну да, это не у всех работает, но это срабатывает, когда она или он понимает, что уже в одиночку не справляется, что надо подключать других людей, иначе будет хуже. Но есть люди, которые прекрасно руководят компанией, они говорят, я не хочу расти, я вовлечен в процесс, ручное управление, все супер. А если мы говорим о вашем линейном персонале, но, честно говоря, я тоже, может быть, я здесь для вас намудрствовал, но, как минимум, введение этой системы, он состоит в том, что, хотя бы мы даем, типа, там, по диску или эти квадратики и что угодно, и говорим, Вася, знаешь, вот, если мы даем конфликты, знаешь, вот по конфликтам ты вот здесь, вот здесь, и мы просто чуть больше их вовлекаем, чем обычно. Вот и все. То есть мы даем не разрозненные какие-то вещи, а тому человеку, ну, так или иначе, я не беру вариант, когда мы их научкиваем до автоматизма. Навык обязателен. Но я, вот это, разумеется, необходимо, когда мы предполагаем, что у них будут ситуации выбора, когда им надо будет проявить какую-то ответственность. И в этом смысле мы, по крайней мере, им даем какую-то более широкую картинку, на которую они могут опереться. У меня был замечательный случай, я работал с руководителем крупной компании, вернее, ну, крупного предприятия в составе холдинга, в коучинге. Мне дали задачу сделать из него современного менеджера, но не объяснили, что. Но в конечном итоге я со всем разобрался, я сделал из него современного менеджера, он из региона с удовольствием поехал в Москву, хотя до этого не хотел. Но потом мне через три года ребята говорили, ну, заказчики, говорят, мир, знаешь, вот там, Иваныч, предположим, он иногда так говорит, все классно, все суперски, иногда говорит, вот когда у меня был коуч, он мне советовал. При этом, но я не советовал, вот так, чтобы, а тем более, чтобы что-то он вспомнил через три года. Но я понимаю, я понимаю это как успех, что я у него сформировал в голове некую структуру в сознании, которую он назвал мой коуч, который у меня был. И теперь, когда ему надо принять решение, он как-то с этой структурой советуется и принимает нужные решения. В этом смысле, ну, то есть он стал более целостным, он не распадается, хотя и так он классный, но еще более целостным. Так вот, когда мы вот это нанизываем, то у наших участников, даже пусть не очень высокого уровня, у них появляется некое поле, на которое они могут опереться. Да, то есть он чувствует себя, что он прошел систему обучения, что он знает, да, ну, как ежик, да, я не пукну, я не пукну, это не я, это не я. Но здесь вот это, что это не я, не я, оно уменьшается, так как у него больше возможности опереться на что-то, чтобы, по крайней мере, оправдать свое решение или осмелиться принять решение. Если нам не надо, чтобы он принимал решение, то да, зачем это, в общем, автомат и все. Ну, ну вот, насколько вам нужен, осознанно, настолько и вводите маленькими борцами. Михаил, а можно вопрос вот такой, я просто, можно сказать, что ту процедуру, которую вы запускали в начале, у меня не было в начале, можете сейчас в двух словах? Запустить идет в процедуру. Нет, не запустить, просто в двух словах, я пойму, о чем речь происходит. А, ну я вот на этом примере скажу, да, то есть человек вытаскивает точку потенциального улучшения, описывает как право, но я на этом примере не возвращаюсь к процедуре. Эту процедуру я использовал для высказывания ожиданий. Вот, здесь высказывают точку потенциального улучшения. Он называет только одну, он ее фиксирует, там есть определенная процедура, как можно уточнить, там, но фишка в следующем. Он ее назвал. Дальше он поворачивается к человеку, который сидит против часовой стрелки от него. У нас здесь это было сложно. Он называет его по имени обязательно, интеграция. Таким образом он передает ему слово. То есть он сам решает, когда он перестал говорить, когда он назвал другого человека по имени. Тот высказывает только то же одно, а перед этим они составили список. Если он считает, что уже высказано, он молчит. Передает следующему. Круги идут, там, может быть, сто этих точек, 200. Если дошло до Петра, а Петру нечего сказать, он сказал пас, повернулся к Василию, говорит, Василий, а далее наступает в какой-то момент, но никто не пропускает свой ход, он может сказать пас. Если он сейчас сказал пас, на следующем круге он может вытащить что-то. Это как раз и рассчитано на то, что часть людей думают долго, а часть быстрее. Если не будет этой процедуры при накоплении информации, то инициирующие будут говорить все время. А когда мы спросим конструирующих, они скажут, а как же, у меня не было времени даже ставить слово. Когда мы спросим инициирующих, они скажут, что же ты слова-то не давал другим. Говорит, а как, я делал паузы. А какие ты делал паузы? Ну как, 5 секунд я делал, и 5 секунд делаю, а все молчат, я дальше говорю, но никто не хочет. Конструируешь и спрашиваю, но он же делал паузы. Какие паузы? 5 секунд. Ну 5 секунд я думал, он дух переводил. Они не знают, что инициирующим не надо дух переводить. А сколько тебе надо? А мне надо 20 секунд, чтобы понять, что надо встрять. Вот здесь все вот так проговариваются. И в таких вот каких-то напряженных ситуациях, сложных ситуациях доходит до того, что так проходит 3 круга. Вот если 3 круга пасов было сказано, тогда у нас есть некая убежденность, что все сказали то, что могли и хотели сейчас сказать. То есть вот, можете использовать эту процедуру, это Адизисовская процедура, можете использовать ее на совещаниях. Да, и в этой процедуре куда-куда предполагается тоже, что сначала, ну у вас чуть по другому было, но сначала, да, люди сидят и молча пишут свои списки, а потом решают еще, что вы из списка объявите линия, да, это в этом плане, да. И хорошо работает, он помогает запустить. Не, идеального инструмента нет. Это вот маленькие фишечки, которые помогают нам начать двигаться, если мы хотим сохранить организацию. Еще вопросы ощущения? Ну вот вопрос по поводу, если это обратно или как он звучал. Есть ли в организации период развития того, что он требует геройства? И подобраны штаты правительственные, в том числе и дом-менеджменты, и правительственные. И не написано, вот геройство, он с функцией захватывает рынок. И когда эволюционная ситуация, когда не определяет стабилизирование, как вы считаете, насколько это реально, переводить в эти полярные стены в интегрирование? То есть это возможно, или в этом случае лучше менять человек? Сейчас скажу, да, обычно, дайте поймем, про вас ли это или нет. Так, это мы произносилование, так, не в ту сторону стал двигать. Вот она, вот она. Давайте я пробегусь по этой ситуации, вы скажете, про то я рассказываю или нет. Когда геройство или функция производителя обычно нужна, есть два варианта. Первый вариант, продукт только что запустили, и его надо внедрить на рынок. Второй вариант, прет. Бери больше, хватай дальше. Вот прет, просто не успеваем отгружать. У вас какая ситуация? А, вообще, только открытие. Отдельное, бизнес-единицы запускается. Поэтому там важно вот такому напрорыв делать. Но это стойёт не очень продолжительный. То есть мы полгода и важны к этой интеграции. Вот в данном случае, мы можем, допустим, систему управления таким образом, чтобы сначала допускают до дней, а потом лучше поменять. Либо есть возможность... Технически обычно так и делается. Если это один проект в рамках компании, если это достаточно отдельная бизнес-единица, то туда просто подтягиваются... Ну, первое проверяется. Туда могут подтягиваться, и они могут быть нужны на следующей стадии, генератора идей. Потому что, возможно, да, они сделали прорыв, герои. Но, возможно, есть ещё что-то, что можно тоже захватить в разумных пределах. Да, что-то новое, дополнительные услуги, какие-то рынки, которые там есть возможность. Но дальше вводятся люди, администраторы, такие грубые, да, они не около, не стояли в самом начале, но так, чтобы производители смогли перестроиться в администраторов, это достаточно тяжело. Они рядом, да, они рядом, они поймут друг друга, но нужна специальная важная работа, чтобы это всё согласовывать. Спасибо. Спасибо.